Прошлое лето выдалось дождливым и не очень теплым. Это повлекло рост заболеваемости растений, в том числе и сельскохозяйственных культур. В свою очередь это отразилось и на качестве семян. Сегодня специалисты Россельхозцентра массово проверяют семенной материал, заготовленный к весенней полевой кампании. В хозяйствах республики засыпано в общей сложности 50 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых. Специалисты Россельхозцентра выясняют, в каком состоянии они находятся и какой в схожести ожидать. В прошлом году растения часто болели корневой гнилью, септериозом, зато бактериоз выявлялся заметно реже, чем в теплые годы. Тем не менее, зараженность семян остается высокой, до 60%. К счастью, в арсенале аграриев есть немало средств для решения проблемы. Семена нуждаются в обязательном предварительном протравливании, чтобы до посева они успели оздоровиться и вычиститься от инфекции, которой они поражены, и сходы, чтобы были здоровыми, и меньше было больных растений, и получить хорошие дружные сходы. Благодаря своевременным мерам доля кондиционных семян повышается. В некоторых районах высококачественный семенной материал достигает 90%. И еще одна хорошая новость. А зимы, посеянные в прошлом году, перезимовали хорошо. Потепление днем и морозная погода по ночам способствует уплотнению и уменьшению снежного покрова. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.